Итак, в этом видео уроке уже смоделируем сценку на основе простейшего цикла ходьбы. Добавим тело, сделаем движение персонажа более реалистичным за счет движения по дуге, то есть к нашей шкале добавим еще одну вспомогательную линию и отталкиваясь от нее будем правильно располагать тело персонажа. Также я вам расскажу о разных способах расположения ног относительно тела. Ну и для полного, так скажем, завершения сценки расскажу и покажу как добавлять тень для персонажа. Так как без тени под ногами будет казаться, что персонаж находится не внутри сцены. И вообще это будет смотреться неестественно. Поэтому без тени никак. Ну тут я уже подготовил фон и шкалу с прошлого урока взял. Также ноги из прошлого урока взял. И тело взял из прошлого курса. Фон и шкалу распределил по слоям. А на третьем слое будем, собственно, располагать персонажи ноги и тело. Ну для начала, как я и сказал, расскажу о разных способах расположения ног относительно тела. Или тело относительно ног, неважно. Это, опять же, зависит от того... Так, фон отключу, чтобы он нас не избивал. Это зависит, опять же, от того, смотря какого вы персонажа рисуете. Например, если это будет какой-то там самурай или девушка там в юбке, то, естественно, нужно будет тело располагать выше ног. То есть на передний план выносить тело. Но бывают такие случаи, что нужно тело расположить между ногами. Как это сделать? Все очень просто. Мы вот вынесли... Я вот вынес в каком порядке символы, в таком они сейчас и перекрывают друг друга. Но их можно очень легко тусовать. Например, допустим, нам нужно тело расположить между ногами. Так. Это так. А эту ногу нам нужно вынести на передний план, чтобы она перекрывала персонаж. Для этого мы нажимаем правой кнопкой мыши на символе. Выбираем упорядочить. И вот здесь можно выбрать переместить на передний план. То есть он сразу станет выше всех символов, которые находятся на данном слое. Переместить вперед. То есть на один символ переместиться вперед. Ну и так же назад. Переместить на передний план. Вот теперь у нас нога находится выше тела. Вот таким образом. Если нужно, допустим, тело переместить назад обоих ног, то мы по телу кликаем правой кнопкой мыши. Упорядочить на... Переместить на задний план. Теперь у нас обе ноги находятся выше символа с телом. Если их нужно тело переместить вперед, над обоими ногами, то мы кликаем по нему, упорядочить и переместить на передний план. Теперь у нас тело перекрывает обе ноги. Вот именно в таком положении я буду анимировать этого персонажа. То есть ноги будут находиться за телом. Итак, тут все просто, как обычно, как в прошлом уроке мы делали. Поставляем ноги по уже знакомой шкале. Так, ну сперва я вот здесь их поставлю, чтобы... Чтобы точно их распределить. Так как тут-то у нас шкала не дорисована. Ну и тело разместим. Ну вот примерно так я ориентируюсь вот локоть, чтобы с носочком совпадал. И голова, чтобы вот где-то не посередине клетки была, а желательно по линии. Вот, мы нарисовали первый кадр. Перемещаю сюда за экран. Вот таким образом. Ну и теперь, чтобы сделать движение персонажа более реалистичным, добавим еще одну вспомогательную линию. Для этого переходим на слой со шкалой, разблокируем его и берем инструмент линия. И рисуем вспомогательную линию. Вот здесь сверху как раз. Так, отключена привязка. Мы сейчас это быстро не только правильно. Правая кнопка мыши, привязка, привязка к сетке. Теперь берем и рисуем. А теперь все примагничивается. Вот, это будет наш ориентир. То есть сейчас персонаж находится в высшей точке, голова вот красавица. В следующем кадре он будет переступать и находиться в нижней точке. Ну, примерно на клетку опустим его. И таким образом у нас персонаж будет так вот двигаться по дуге. И это будет смотреться реалистично. Ну, фон сразу на кадров 60. Продляем. Для этого кликаем в 60, нажимаем F5. И шкалу. Отображение шкалы тоже будет до 60. Так, в шестой кадр вставляем пустой ключевой кадр. В него мы перенесем в следующее положение ног. Так, F7. Так, гляну как. Правую ногу мы опускаем в этом кадре. Для этого берем вторую ногу. Примерно вот таким образом мы ее позиционируем. Так. Левую ногу мы поднимаем. То есть вот это положение. И убираем ее на задний план. Так, ну, ориентируемся вот по этому штриху, чтобы колено. И чуть-чуть. Примерно вот, чтобы по этой линии. Так, пойдет. Выносим тело. Мы опускаем, примерно, на клетку. Вот таким образом пойдет. Мы теперь продляем на 5 кадров. В 10 кликаем. F5. Можно теперь просто скопировать эти кадры, а потом ноги упорядочить. Вот таким образом выделяем. Копировать кадры. Здесь их вставляем. Ставить кадры. Включаем редактирование несколько кадров. Рамку таким образом раздвигаем. Выделяем и тело, и ноги. То есть, чтобы все символы выделились. Ну, у нас находится, вот, нога опустилась в M1, в носочек 1. Поэтому вот этот носочек переносим сюда. Передвигаем. Удереваю shift, и это быстренько делаю. Вот таким образом. Теперь отключаем редактирование. В этом кадре вот эту ногу убираем на задний план. Поместить на задний план. И в этом кадре эту же ногу убираем на задний план. Порядочить, переместить на задний план. Вот таким образом. Итак, мы сделали полный цикл ходьбы. Когда я копировал кадры, то есть выделял их, я не блокировал шкалу, поэтому это вот затронуло ее. Сейчас я ее, сейчас персонаж заблокирую. Шкалу дорисую. Вот таким образом. Сейчас шкалу заблокируем. Персонажа разблокируем. Ну и теперь для персонажа нужно создать тень. Я уже ее создавал. Но чтобы вам объяснить, как это делать, создадим ее еще раз. Для этого создаем новый слой. Назовем его тень. Перемещаем его под персонажа. Берем инструмент овал. И рисуем, собственно, такую простенькую тень. Если в тень мы вот этим образом оставим, то не будут просвечиваться элементы фона. А это выглядит неестественно. Поэтому выделяем нашу тень. Нажимаем правой кнопкой мыши. Преобразовать в символ. Я ее назову тень 2, так как у меня уже тень есть. Тень 2. Ок. Идем к свойству тени. Вот она у нас выбрана. Так, идем к цветовой эффект. Выбираем альфа канал. Включаем фон для того, чтобы правильно настроить прозрачность. Теперь выделяем тень и изменяем. Изменяем примерно до 70. Вот так все отлично смотрится. Теперь нам эту тень нужно маленько отредактировать. То, что у нас персонаж делает шаг. И, соответственно, здесь тень должна быть короче. Для этого вставляем на слое с тенью, копируем тень. Вставляем ключевой кадр. X6. Перемещаем ее под персонажа. Берем инструмент. Свободное преобразование. Сжимаем нашу тень. Делаем меньше. Ну, примерно вот так. Далее. Сейчас вот эти кадры мы удалим. Удалить кадры. Теперь вот эти выделяем. Копируем. Копировать кадры здесь. Их вставляем. Вставить кадры. Снова включаем. Так, персонажа блокируем. Включаем. Редактировать несколько кадров. Рамочкой выделяем два наших кадра. С помощью стрелки выделяем оба кадра. И перемещаем их. Примерно вот таким образом так отключаем. Смотрим, что у нас получилось. Ну, вот все отлично. Ну, и сейчас нам осталось вот эти кадры скопировать до 60-го. Для этого выделяем персонажа. Нажимаем правой кнопкой мыши. Копировать кадры. Здесь их вставляем. Снова включаем. Редактирование нескольких кадров. Раздвигаем. Рамки. Облокируем тень. Включаем отображение персонажа. Выделяем его. Вот этот носочек нужно переместить в М2. Удярую shift. Я это быстренько делаю. Так, фон отключу. Чтобы видеть сетку. Все отлично. Так, отключаем редактирование. Снова выделяем эти кадры уже. Так. Копировать кадры. И последний раз здесь их в 41-й вставляем. Снова включаем редактирование нескольких кадров. Выделяем полностью персонажа с ногами. И перемещаем этот носочек в М4. Так, персонажа мы скопировали. Отключаем редактирование кадров. Теперь скопируем тень. Выделяем ее. Все четыре. Нажимаем правой кнопкой мыши. Копировать кадры. 21-ю вставляем. Ставить кадры. Блокируем персонажа. Разблокируем тень. Включаем редактирование нескольких кадров. Выделяем с помощью стрелки все тени. И перемещаем их. Примерно вот таким образом. Ну, сейчас подключу я. И гляну, как в прошлом. В первом был. На клетку вперед выступает тень. А здесь. Также на клетку все отлично. Теперь выделяем вот эти кадры. Копировать кадры. Здесь их вставляем. Ставить кадры. Включаем редактирование нескольких кадров. И с помощью стрелки выделяем все тени. Перемещаем их. Вот таким образом. Теперь включаем редактирование. Ну вот. Все мы сделали полностью. Сценку, анимацию. Включаем отображение фона. Шкалу убираем за фон. Чтобы во время тестирования анимации ее не было видно. Если мы шкалу, я бы оставил над фоном. И хоть ее выключил, хоть не выключил, во время анимации она бы все равно отображалась. А так сейчас она будет находиться за фоном. Ну, теперь собственно протестируем. Ctrl, Enter. Ну вот. Все прекрасно смотрится. Благодаря движению по дуге походка персонажа выглядит реалистично. Хоть и используется простейший цикл ходьбы. А благодаря тени мы опять же добавили реализма и добились полного, стопроцентного внедрения персонажа в сцену. Ну, в следующем уроке уже сделаем цикл на месте. То есть, внутри контейнера фрагмента ролика. Опять же, покажу, как при помощи вспомогательной шкалы правильно перемещать ноги на месте. Чтобы они не проскальзывали. Также добавим руки. То есть, сделаем их подвижными. И я покажу, как их правильно синхронизировать с ногами. Ну и еще покажу кое-какую хитрость, облегчающую нам работу с фрагментами роликов на сцене. Ну, а этот урок я завершаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!